Сегодня мы собрались по очень важному и торжественному мероприятию в жизни нашей страны. Это 80-летие со дня подчередения звания Героя Саталитического Труда и 10-летие со звания подчередения Героя Труда. Сегодня мы собрались представители со всей страны, герои труда, герои статистического труда, орденоносцы, представители Всероссийской общественной организации Трудовая Добрость Россия, руководители общественных организаций, те, кто не на словах, а на деле занимается патриотической работой по возвеличиванию. Звание труженика, работника, человека, который своим трудом создает то, что является основой нашей жизни. Все, что вокруг нас окружает, создал человек труда. К сожалению, в 90-х годах мы забыли об этом человеке и было усеяно это звание Героя Саталитического Труда. И все думали, что благодаря помощи Запада, всем подачкам, мы сможем восполнить эту нишу, нишу того, что необходимо для нашего потребления. Но мы увидели, что ничего этого не произошло. В обмен на подачки Запад захватил, практически поработил все природные ресурсы страны. И единственная целью его было уничтожение России. Но благодаря президенту Владимиру Владимировичу Путину мы увидели, что то, насчет чего страна может создавать эти неоценимые богатства, этот неоценимый труд с помощью человека труда является самым важным, самым главным. И благодаря инициативе Трудовой Доблести России 10 лет назад было инициировано и учреждено президентом Владимировичом Путином званием Герой Труда. И сегодня мы увидели, что все эти усилия явились необходимым, важным элементом в жизни нашей страны. Война, которую развязал коллективный запад в лице... Ладно, уже мы не будем называть по именам страны. В лице гегемона США, как они себя называют, пытается уничтожить нашу страну. И наши бойцы показывают, что все их усилия оказались напрасными. В течение уже полутора лет мы не просто противостояли, Мы разгромили эту западную коалицию, которая так же, как в 1941 году, набросилась на Советский Союз. И сегодня труженьки тыла вместе с нашими бойцами свою работу подняли на тот уровень, который позволил создать новые образцы военной техники, вооружения, что непременно создает условия победы наших вооруженных сил. Поэтому мне очень приятно, что вот это торжественное мероприятие посвящено человеку труда. Когда молодежь узнает и услышит о том, что все, что у нас происходит в жизни, оно происходит благодаря человеку, который непосредственно своим трудом создает благо, создает необходимые продукты, которые нам очень важны. Россия сегодня является передовой страной во всех отношениях. Коллективный Запад считал, что война разрушит, уничтожит санкции многотысячные, они разрушат нашу экономику. Но мы видим, что сегодня экономика просто показывает на уровне Запада невероятный рост. И очень приятно, что сегодня мы присутствуем и общаемся с внучкой известного руководителя страны. Ну, на самом деле, с человеком, который является внучкой, скажем так, заслуженного машиностроителя РСФСР. И это очень важно, потому что человек не стал бы ввязываться в такую эпоху, если бы его отца не убили в 1942 году, в 1942 году, в 1944 году. У-2 и НПО имени Лавочкина, знаменитый НПО, который выпустил чернобыльский луноход. И не только это. Человек, который сделал историю. Простой рабочий человек под фамилией Паршин. НПО, ничего не ожидающий взамен, просто сделал то, что он мог и то, что он хотел во имя своей Родины и во имя своей страны. Мне очень приятно, что сегодня мы услышали слова нашего руководителя, трудовой добрости РСФСР, героя социалистического труда, заслуженного строителя, заслуженного метростроителя страны, Лёвина Алексея Гавриловича, о том, что медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют. И эти навыки необходимо воспитывать с дошкольного возраста, чтобы с молоком матери мы могли детям говорить, показывать о том, что всё создаётся человеком труда. Что ничего не бывает просто, как у нас говорят, на халяву, что это кропотливый труд, который передаётся через одного поколения к другому поколению. И это старшее поколение как раз передаёт этот опыт навыков труда, навыков патриотизма, навыков любви к Родине. И такие люди, как Лада, они показывают на своём примере, что они являются именно такими передовыми представителями этой флияды нашего времени. Потому что из каждой мелкой сошки вырастает глыба. И это мы должны понимать и принимать. Я Льовин Алексей Гаврилович, руководитель организации «Героев», кавалеров государственных наград, гауреатов премии «Трудовая фонда СССР». Наш форум сегодня, потому что мы отмечаем два юбилея. Юбилей создания организации «Героев социалистического труда» и полных кавалеров фонда «Героев Славы» и «Любилей организации «Трудовая доблесть Россия». Вторую награду по нашей инициативе Владимир Владимирович Путин вот 10 лет тому назад подписал указ об учреждении этого звания. Наша основная задача, чтобы труд вновь стал делать честью, доблестью и геройством. Наша задача, чтобы то, что мы делаем, надо делать хорошо, плохо само получится. Нужно любить то, что делаешь, и тогда труд, даже самые клубы, возвышаются до творчества. А потом у нас рождаются герои труда. Алексей Горелович, я от членов всей нашей организации, как ваш советник по международным и международным отношениям, решите мне вас поблагодарить за тот труд, который вы делаете во благо нашей Родины, за ту инициативу, благодаря которой вся наша молодежь учится этому высокому званию любить и чтить человека труда. Я вас хочу поздравить с восстанавливающим Новым годом, пожелать вам здоровья и чтобы будущее нашей страны было под знаменем человека труда. Спасибо вам. Да, спасибо, спасибо, дорогой. Потому что наша основная задача – это вопросы труда, вопросы патриотизма, вопросы наставничества. Этим мы и занимаемся. Все, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Вы внучка Сталина? Нет, мы по Сталину, все то, что я имею, конечно, да. Не надо, интересное дело. Сталин, и теперь живеем всех, чтобы наше знамя. Особенно символия 21-го мы будем. Так что, то касается Сталина, он у нас большого упоминания. Наследника Сталина, это все. Он был главным. Александр. И единственный настоящий герой труда. Да. Александр. Потому что когда… Но он же еще был генералиссимус, а почему, потому что в 18-м царскую армию? Ты правнучка, да? Нет, к сожалению, вот, блин, у меня… Я ничего не смогу с этим сделать, конечно же, я Сталина. Ну, почему вот так вот? Я внучка двух дедушек, который… Один из которых строил луноход в НПО имени Лавочкина. Легенда, который заслуженный машиностроитель РСФСР. И второй мой дедушка. Вы знаете, простите, мне сложно говорить. Это НПО «Энергомарш», которое не сдало Илону Маску. Вот эти вот ракетные двигатели. Я понимаю, что наша сила именно в таких людях. С Новым Годом, дорогие товарищи! С Новым Годом! Ура! Счастья, успехов во всех вопросах. С Новым Годом! С Новым Годом! Счастья! Ура! 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 С Новым Годом!